здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжим нашу работу над картиной и данный этап работы несмотря на то что кажется что она уже выполнена вот как раз будет посвящен тому как работу дописать как ее довести во многом это будет связано с лессировками часто очень дописывание картины хотя уже она вот на такой стадии вроде бы закончены есть занимает частенько столько же времени сколько заняло вот написание картины до такого состояния то есть это может быть еще часа два-три я вас конечно не пугаю но этот момент вдумчив во многом схожий с медитацией потому что здесь пытаешься поймать волну смотришь на работу чаще издалека давайте посмотрим что у нас на палитре белила титановая неаполитанская лимонная кадме желтый светлый кадме желтый темный охра желтая сиена натуральная кадме оранжевый краплак красный прочный кадме красный светлый ультрамарин темный сиена женая болотная зеленая темная изумрудное зеленое бюро натуральный ленинградская и карельская чуба вот сейчас потихонечку Тройничку. В масленке у меня масло, лак, разбавитель и немножко секреты. То есть такой тройничок. Секреты сумма бы для того, чтобы побыстрее это дело все высохло. Лиссировки. Вот могу сказать, что вот сейчас у меня в масленке поднялся мутный слой с предыдущей работы. Такое тоже бывает. Я сейчас первым делом посмотрю на центральный цветочек. Возьму кадмик красный светлый. Крапачок. И сейчас постараюсь немножко здесь ввести теплых оттенков. Ну вот вижу, что лучше пойти через сиену. Через сиену лучше пойти. Кадмик красный светлый. Они как раз будут более уместны в теплых тенях. Вот. И сейчас как раз показываю направленное освещение, которое мне так нужно обязательно выделить. Чуть холоднее возьму. И вот начинаю лиссировками. Тихонечко подчеркивать форму загибающихся лепестков. Сейчас работа идет такая взвешенная. Она тут комментировать-то работу трудно. Потому что я часто вот в такие моменты просто включаю радио. Чаще релакс-фм слушаю при живописи. И спокойно, то есть так веду работу. Тут нужно вот именно как раз передать то, как лепесточки заворачиваются. В оригинале это есть. На это нужно потратить какое-то количество времени, но сделать это. И теневые части вот как раз я их усиливаю лиссировками. Прозрачненько. Работа у меня подсохла. Поэтому я сейчас вот эти лиссировки наношу на сухую поверхность. Видите, оно у меня не смазывается с нижним слоем краски. В принципе, этот же цвет, он и подходит вот здесь вот. То есть что-то можно дополнительно пролиссировать на желтом цветочке. Этим же тоном. Вполне это здесь как раз подходит этот оттенок. Вот и мы сейчас. То есть все вот это вот на чуть-чуть. Бывает совсем большое, то есть небольшое внесение каких-то корректив очень изменяет работу. Хотя вроде бы ничего особенного не сделал. Вот какой-то небольшой элемент выделил. И все. Крабный, красный, светлый. Сиена и краплар. Вот по этому цветочку сейчас дополнительно пройдемся. В общем-то, что я сейчас делаю? Вот сам себе отвечаю на вопрос. То, что я сейчас стараюсь с помощью теней падающих, скользящих, собственных подчеркнуть тональность, подчеркнуть объем. Выявить форму. Именно с помощью тени. Это делать удобнее всего. То есть где-то что-то усилить. А потом опять пройтись по цветам. И тушиться с помощью тени. То есть где-то... Натальность. И тучи. И тучи. Следующий. Следующий Mir. Что от эритомного уровня? Пора пр dejести. Прошли. Верхний цветочек также пролиссируем. Нижний цветочек углубим, красненький, еще поактивнее, в темную сторону введем. Вот этот цветок тоже красный, темный. Сейчас мы постараемся где-то поактивнее его. Что нам сейчас дает лисировка? Некоторые цветовые моменты на подкладку, когда особенно на хорошую попадает, то цвет загорается, который на нее кладется. Скажем, если красный кладется на розоватую подкладку, он начинает гореть. Красный, активный становится. В общем-то, я сейчас и стараюсь сделать эти моменты. Чтобы за счет того, что мы сейчас как раз некоторые моменты стараемся активизировать, там, где у нас больше белил и краска непрозрачная, она у нас активнее выходит вперед. с помощью вот как раз данной лисировочки. Где-то я ее могу прямо брать погуще, с меньшим количеством пробавителей. И рисовать они. Пользуюсь муштабелем. Так что вот где-то здесь сейчас и в оранжевых цветах также пройдусь. То есть тени теплые, свет холодноватый или тепловатый. Но тени активно теплые. Особенно при боковом освещении подобном. Конечно же, где-то сейчас еще зелень будем садить. И потом опять будем какие-то травинки выхватывать. Чтобы больше было легкости и больше было объема. Возьмем молотную, зеленую и темную. Как раз немножко сиеной жены она у меня смешалась. И чуть-чуть листью. Этот вот цветочек пролессируем. Это у него получается такой зеленоватый рефлекс от листвы. Вот немножко его ввожу сюда. Ну и получается объем цветка поактивнее выделяется. Чуть холодненького сюда ультрамаринчика добавлю. И по беленькому цветочку в глубине пройдусь. Пролессирую его. Еще у нас холодочка. Вот сюда. Вот сюда. Сейчас вот здесь подчеркиваю холодные полутона. Это границы света и тени. Границы света и тени подчеркнули. Здесь где-то тени поглубже, тем же самым тоном пройдемся. И еще немножко углубим. Еще ультрамаринчика добавили. Вот в эти вот лепесточки теневые добавим. Прозрачного тона, но который делает цветочек потемнее. К следующему цветку перейдем. По нему тоже лессировкой данной пройдемся. Она прозрачная, холодноватая. То есть у нее и ультрамарин, и сиена жженая есть. На белый накладываются и получается такая сложная тень. Потом опять же где-то пройдемся по цветам. И вот так вот мы вот сейчас же сюда же опять ультрамарин ввели. Немножко изумбрудно-зеленый. То есть такой цвет... На палитре он грязненький выглядит, конечно. Потому что и ультрамарин, и сиена, и краплак немножко здесь есть. Но все равно оттенок с большим количеством ультрамарина получился. И сейчас вот этим цветом мы где-то проходимся по зелени. Изумрудка, да, немножко здесь участвует. Изумрудка и еще вот. Ультрамаринчика. То есть сейчас мы где-то прозрачные тени на зелени положим. Еще ультрамаринчика. Еще изумрудно-зеленые сюда. Следим за подтеками. Они могут появляться. Вот здесь зелень поглубже выхватим. Все идет сейчас на чуть-чуть. То есть вот с помощью лессировок мы режиссируем. То есть уже какие-то акценты где-то расставляем. Что-то пригасили, что-то выхватили. Как в дипломной работе. Когда педагог приходит и свежим взглядом видит, где ученик запутался, что нужно выделить, что нужно пригасить наоборот, что нужно обобщить. И вот. И показывает. Вот это измени, вот это измени. Вот здесь подчеркни, вот здесь выхвати, здесь сакцентируй. И работа начинает играть буквально на глазах. Непонятно за счет чего. А всего-то ввели лессировки. Но они работают только по хорошо прописанной поверхности. Поэтому вначале надо всю вот эту подготовительную работу, которую мы перед этим с вами сделали, терпеливо, тщательно пройти. Чтоб потом получился достойный результат. Вот так вот. где-то гашу, где-то прохожусь по зелени, где-то некоторые цветочки беленькие, маленькие, ввожу в тень. Обобщаю, что-то делаю цельным. Тени сейчас подчеркну еще, чтобы, скажем, светлые цветочки вышли получше, поактивнее. На первый план. Контраст подчеркиваю их с фоном. Еще цветочек светленький углубим тенью. Лессировочкой, опять же. Был у нас преподаватель в МСХШ. У него была фамилия Лисенков. Он ввел акварель. Царство ему небесное. Нет ему сейчас живых. И вот он лессировки нам показывал в акварели. И мы потом лессировочки звали Лессенковочками. В рифму его фамилии. Но это было связано с акварелью. Вот такое вот интересное воспоминание. Ну что ж. Вот где-то мы пообобщали этой лессировкой. Сейчас болотно-зеленое-темное. Ультрамаринчик. И где-то еще сейчас пройдемся. Напоминаю, что где-то лессировки у нас будут с белилами. Это тоже имеет свою цель, чтобы такой воздух создать. Создадим воздух. Некоторые травинки здесь тронем. Вот. Вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Корзиночки... Сейчас чуть смягчу... Касание вот здесь... Светлое... Помягче сделаю... Сейчас возьму... Ультрамари... И корейскую черную... Их вместе смешаю... Получился активный и синий-черный цвет... Сейчас вот этим и синий-черным цветом... Немножко изомрудки сюда... Бабахну... Как раз вот самые темные места... Вот здесь вот у нас в композиции... Пропишу... Пролессирую... Чтобы еще... Выделить дополнительно контраст... С белым цветком... Немножко болотно-зеленый... И с помощью этого контраста... Как раз вытянуть... Центр композиции... Потом где-то еще... Конечно же зелень тронем... Чтобы она у нас... Посвежела... Как вот... Повторяюсь... Это режиссура... Она... Занимает время... Вроде бы ничего не делаешь... Только прозрачные тона наносишь... Но... Как велика вот от них... Как велик от них эффект... Не сказать словами... Это понимаешь только когда... Увидишь как большие полотна... Изменяются под... Лиссировкой вживую... Когда увидишь как преподаватель... Ну вот лучше всего мы это показываем... На мастер-классах конечно... Когда... Проходят живые мастер-классы... И поправляешь работу ученика... Для него конечно становится... Очень многое яснее... Когда... Вот непосредственно в живом общении... Это происходит... Что вот в общем-то сейчас... Вот... Делается... Вот эти вот... Маленькие моменты... Все на чуть-чуть... Они настолько... Хрупки... Иногда смотришь на работу и не понимаешь... Что же не так-то... Что не доделал... Что не довел... Что не получается нужного эффекта... Ответ может быть вообще... Вот где-то вот совсем близко... Так... Беру кисточку потоньше... Это где-то номер второй... Тиро третий... Беру беливо... Беливо... Немножко... Желтенькой... Лимонной... Неаполитанской... Чуть-чуть ультрамаринчика... Вот здесь сбоку... Сейчас еще раз пройдемся по лепесточкам... Где-то спишем их с нашей лессировкой... Где-то чуть-чуть заползем на касание... С темно-зелеными глубинами... Так... Сразу просится еще теплиночки добавить... Ну... Охру желтую взял... С беливыми смешал... Потому что слишком холодным смотрится этот оттенок там... Тень-то у нас теплая... Получилась... И когда даже... Беливо кладешь даже с теплым оттенком... Они все равно холоднее... Гораздо смотрятся на... Картине... Вот... Поэтому сейчас надо заведомо... Желтенького добавлять побольше... Вот как раз... Стараюсь сейчас списывать... Выделять вот этот вот белый цветок... Чтобы он... Активнее у нас вышел... Больше для себя брал внимание... Не знаю... Когда я вот... Мастер-классы записывал... С другим... Администратором... Ведущим... И он у меня участвовал в видеозаписи... Он, конечно, меня частенько терапил... Я понял, что... Не хочу сейчас... Возвращаться к тому... Образу работы... Вообще... То есть... Нужно... Слушаться внимательней... Себя... Потому что иногда это идет... Ущерб качеству... Сейчас я прописываю лепесточки... Дополнительно... Наложу всю вот эту вот красоту... И выхватываю вот этот вот цветок... Сюда вытягиваю его... Зажигаю его... Так как... Когда... Занимаешься физкультурой... Скажем... Подтягиваешься... И уже последние разы... Стараешься подтянуться... Больше чем ты сможешь... Через не могу... И вот благодаря вот таким... Упражнениям... Рост физически... Лучше идет... И потом больше подтягиваешься раз... То же самое и у вас... Где вот вы сможете себя... Победить через... Не могу... Что... Ой... Кажется... Все... Я уже не знаю... Чего здесь делать... Все равно еще стараешься... Добить... Дожать... И вот бывают такие... Ценные очень... Моменты... На этих вот... Последних сантиметрах... Финиша... Когда делаешь какой-то шажочек... Вроде бы и небольшой... А работа становится лучше... И намного лучше... И потом думаешь... Как бы я эту работу закончил... Без вот этого мазочка... Ну никак... Ну не то бы было... И уже понимаешь эту разницу... И думаешь... Как же хорошо... Что у меня все-таки хватило терпения... Добиться нужного результата... Вот и я сейчас... Стараюсь... Подойти... Поответственнее... К завершению работы... Потому что... Конечно... Да... Можно сказать... А... И так сойдет... Вот это вот самое опасное... Поэтому... Не дай Бог так вот... И так сойдет... Делать... Дело в том... Что... Для меня сейчас лично... Я стараюсь... Чтобы у меня не было... Проходных... Таких вот... Быстрых работ... Каких-то... Ну... Которые просто... Без души... Без сердца... Стараюсь все-таки... Выбирать работу... И вот... Очень рад... Что работаю для вас... В мастер-классах... Потому что... Видите... Мне работа позволяет... Осмыслить... Живопись по-другому... Вот... Так... Рефлексики где-то даю сейчас... И вытягиваю еще... Некоторые... Лепесточки... Иногда вот... Пишут мне на почту... И просят... А покажите пример... Многосеансные работы... То есть... Не такой вот... Быстрый... Тяп-ляп... А именно... Многосеансный... Ну вот... В общем-то... Я сейчас и понял... Что... Есть видимо... В этом... Потребность... Что... То есть... Такой... Быстрый-быстрый... Лихой... Хотят и вдымчивой работы... Вот... Поэтому... Это... И не дает... Силы... Такие обращения... И... Повод... Показать... Пусть дольше... Но... Более вдымчивую работу... Кто... Желает... Тот может... Взять и перемотать... Съемку... Если что-то ему понятно... Он уже что-то выполнил... Так что... Это можно смело делать... Видео... Тем бы хорошо... Что оно это позволяет... Ну вот... Еще немножко о формате видеозаписи... То есть... Для меня, конечно... Удобнее формат цифровой версии... Почему? Потому что здесь я... Как у меня... Как дамокнов меч... Счетчик времени не висит... Сделал запись больше... Ну и что... Разбили на несколько частей... Но зато... Постарались... Донести... Все по максимуму... До вас... Вот сейчас я опять... Цвета прописываю... На другом... Цветочке... Также беру... Беливо... Подмешиваю туда... Подмежу... Темный... Охру... Желтую... Теплый... Вот этот... Оттенок создаю... И еще раз... Вытягиваю... Света... Прописываю... Так... Вот... Светлые лепесточки... В герберке... Беленькой... Сейчас вытянем... Нужно постараться... Передать ажур... Нужно постараться... Передать объем... Проанализировать... Подумать... Что не хватает... Что добавить... Как вывести... Как сделать это... Сейчас... Тепленький... Рефлекс... Стараюсь... Добавить... Подмешал... Больше... Желтого... Кадмия... И... Стараюсь... Здесь... Где-то... Рефлексик... Тепленький... Подчеркнуть... В лессировочку... Его... Вписать... Сейчас... Кисточку... Отжал... И... Растягиваю... То есть... Вытерю... Немножко... Списываю... Вот эти... Теплые... Рефлексы... Прозрачно... Легко... Деликатно... То есть... Тут... Уже... Стараюсь... Вести себя... Так... Чтоб... Все... Движения... Были... Взвешены... Вот... Смотришь... Постоянно... Прищуриваю... Глаз... То есть... Стараюсь... Поймать... Вот... Как это... Сделано... В оригинале... А не пережрал ли я его... Вот сейчас... Теплый... Теплый... Рефлекс здесь... Частично... Ввожу... Добавляю... Потому что... Вижу... Что где-то... Ярковато... Получилось... Кисточку... Протер... И... Списываю... Эти... Рефлексики... Мягче их туда... Вгоняю... Втираю... Потом... Опять... Холодного... Возьму... Оттенки... С... Утрамарином... Прозрачно... Опять... Сюда... Где-то его... Введу... С этими... Беливыми... Уже... Он у меня... Смешается... И... Где-то получится... Нужная... Растяжка... От одного цвета... К другому... И... Получится... Объем... Вот... 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 Я, конечно... Когда смотрю... На темноты голландцев... Цветочные... Во-первых... По работам... Яна Ван Хисуна... По эскизам его... Цветовым... И графическим... Я понял... Как эту режиссуру... Вел он... Вот... Он не писал эти цветы... Все... То есть... Поставил... И букет за раз с натурой написал... Нет... У него четко... Очень в работах видно... Что он... Эти цветы изгибал и загибал... Как ему надо... Конечно... Это основано... На большой его натурной работе... Вот... На каких-то находках... На каких-то эскизах... И этюдах... Вот... Но... Работа очень тонкая... И работа очень взвешенная... То есть... Больше того я скажу... Что... Этот человек мог... Такой натюрморт... Который кажется... Что написан с натуры... Написать и без натуры... Настолько он уже эти цветы знал... И он... Старался в них... Вот как раз найти... Какое-то движение... Какую-то пластику... То есть... Он им... Он их делал... Более художественными... То есть... Мы... Глядя на подобный... На натюрморт с натуры... Такой красоты не увидим... Какую он показывал нам... Потому что... Игра света теней... Которая идет в его работах... О... Волшебная совершенно... И... Непередаваемая... Думаешь... Как же это так вот... Это вот сделать-то можно... Хотя все понятно... И технологично... Конечно, они писали очень технологично... То есть... За что, скажем... Благодарны те же самые... Реставраторы... И Пушкинского музея... И Третьяковки... Фу... И Эрмитажа... То, что... Они технологии не нарушали... Они делали все это очень... Ответственно... В плане музейного хранения... Молодцы, конечно... Молодцы... Молодцы... Очень большие молодцы... На многие из их работ... Ну и потом... Последователи... Кто вдохновлялся им... Их творчеством... И тоже пытался... Писать подобные вещи... Ну вот... Что для меня... Отличительная черта... То есть... Таких произведений искусства... Что на них можно... Очень долго смотреть... И любоваться... От них глаз не устает... Он гуляет... В фарапоте... И понимаешь... Что... Художник... Твоим взглядом руководит... То есть... Он знает... На что ты... Обратишь первым внимание... Что привлечет... В этом букете... Куда потом... Твой взгляд пойдет... Как ты будешь потом... Уже любоваться... Всей зеленью... Которая очень... Написана тщательно... И вдумчиво... И вот... Все вот эти вот... Моменты... Они понимали... Иначе... У них работы бы не покупали... Я сейчас тоже... То есть... Вот эта вот данная работа... Она заказная... Я очень хочу... Чтобы... Тот человек... Который мне эту работу заказал... Повтор... Чтобы он остался доволен... Естественно... Я работу буду показывать в раме... И... Никогда не показывайте свои работы... Без рам... Заказчикам... Это вредно очень... Вы сразу бьете по цене работы... Этого делать нельзя ни в коем случае... Вот... Так... Ну что ж... Вот прописали здесь... Сейчас... Чуть-чуть вот здесь тенюшечку введем... Вижу, что где-то потерялась она вот здесь... Немножечко выделить надо... Для объема цветка... Так... Сейчас вернемся вот к этому цветочку... Где-то вот этим вот... Красно-коричневым оттеночком... Еще пройдемся по теням... И... Отрисуем их... А потом опять к цветам вернемся... Нам вот этот вот... Цветок крас... Розовый... Нужен очень красивый... Он там... Я... Тогда над ним постарался... Покроптел... И, конечно, он супруге очень понравился... И создал нужное впечатление в работе... Поэтому... Надо постараться все эти ценные моменты... Достигнутые... Перенести... В копию... Ну, по крайней мере, я сейчас вот тоже для себя сам... Создаю шпаргалку... По которой... Можно потом будет мне писать работу... Даже если у меня что-то забудется... Настроение пропадет... Где-то забуду... Некоторые моменты... Очень хорошо освежается памяти... Ну и, конечно, один из очень... Важных моментов, для кого я все это создаю тоже... Еще... Дополнительно... Это для своих детей... Я не знаю, станут они художниками или нет... Настя хочет... Очень... Я хочу, чтобы у нее в любое время дня и ночи... Был доступ к моим мастер-классам... Чтобы она могла поглядеть, как папа смешивает краски... Как грунтует холсты... Как ведет работу... Как все это объясняет... И когда она станет повзрослее... Ей сейчас... Восемь лет... Она эти вещи может... Повторять... И учиться на них... И... Вспитывать тот академический опыт, который получил папа в свое время... Поэтому... Ну и, конечно, для детей Угмуртии... Это тоже делается... Что потом все равно... Будет момент... Когда... В библиотеках... Школ искусств... Эти данные мастер-классы... Для... Школ искусств Угмуртии... Они будут... Потому что у нас очень важно поднимать... Просветительскую деятельность... В плане живописи... На уровне школ искусств... Надо работать с молодежью... С многими взрослыми художниками не договоришься... Хоть кол на голове тиши... У них совершенно другие свои политические амбиции... Поэтому... Союз художников... Это... Ой-ой-ой... У нас... В Удмуртской Республике... Я с ними не спорю... Просто делаем свое дело... Вот... К хорошему вернемся... Вот сейчас мы прошлись... Лиссировками по розовому цветку... Сейчас опять пройдемся по светам... Еще чуть-чуть где-то в глубине... Подчеркнем некоторые тенюшечки... Вот здесь... В лепесточках... И сейчас начнем их опять по новой вытягивать... Вот так вот постепенно и появляется вот эта нужная фактура... В живописи... В живописи... Так... По светам... По светам... Сейчас... Еще чуть-чуть... Жигим-то растяну... Телиссировки... Где-то... Местами... И потом с белилами... С белилами... С белилами... Пойдем опять... Прописывать... От общего к частному... От общего к частному... От общего к частному... Как завещали наши... Преподаватели... Как в песне... И Пугачевой... Сделать хотел грозу... А получил козу... Розовую козу... С желтой полосой... Вот... Чтобы у нас такого не вышло... Извлечаем урок тщательно... Так... Замешал розовый оттеночек... И сейчас опять... Подчеркиваю... Света... В лепесточках... Видите... Вроде бы... Замешал розовый оттенок... На палитре это очень четко видно... Что он розоватый... Теплый... А так как там... Уже красно-коричневые тени... Какой бы я розовый не плал... Он смотрится вообще... Белесым-белесым... Холодным-холодным... Значит... Берут он... В упреждении... Теплее... Что знаю... Что он все равно будет выглядеть... Холодным... Так... Ну опять же... Внимательно сверяюсь с фотографией... В моем случае... Конечно... С оригиналом... В вашем случае... В фотографии... И с распечаткой... Не поленитесь... То есть... Какие-то вот элементы... Куски... Которые я... Специально для вас... Сфотографировал... Крупным планом... Распечатайте... И повесьте их рядом с работой... Чтобы где-то на них смотреть... И видеть более... Тонкие... Детальные... Моменты прописи... Я так постоянно пользуюсь... Когда пишу... И вот этот вот первый вариант... Герберг... Когда писал... Я именно шел вот именно таким путем... Обложился прямо вот этими цветочками... Какой-то цветочек из одной фотографии брал... Какой-то цветочек из другой... Удачный брал... Ракурс... Потом их вписывал в работу... Так... Вытягиваем... Вытягиваем... Сейчас вот здесь лепесточки некоторые... Подчеркну... Вот здесь тоже... Пройдусь по ним... Пройдусь по априкосовой... Сверну на виноградную... Хотя вот в общем-то... Работа уже достаточно сложившаяся... Вот все равно... Понимаешь, что недостаточно... Этого... Казалось бы достаточного... И сидишь и прописываешь еще и еще... И получается, что вот этот вот момент прописи... На который работа сильно не изменяется... Вроде бы... Занимает столько же время... Сколько у тебя заняло... Когда ты вообще... Начал работу писать... И довел ее до подобного состояния... То есть... Завершение работы... Это искусство... Уметь завершать работу... И видеть, что нужно подчеркнуть... Это искусство... Вот как раз... Подобные вещи... То есть... Очень хорошо у нас видны... В мастер-классах... Когда... Где-то ученик заходит в тупик... Я ему объясняю... И показываю... Что нужно сделать... В данной работе... Чтобы она уже была завершена... Сколько вот этого мера достаточного... Вот такие вот моменты... Так... Сейчас... Замешиваю более теплый оттенок... Кадми оранжевый... Кадми красный светлый... Ой... Кадми желтый тюнный... Чуть-чуть... Кадми красного светлого... И пройдем сейчас по соседнему цветочку... У него цвета будут теплее... Также повытягиваем их... Немножко подчеркнем... Вот эту освещенность... В работе... С помощью... Выделения цветов... Более активным тоном... Пока писал... Сразу увидел... И хочется не забыть... Тут же выделить... Какой момент... Нужно поправить... В желтом цветочке... Где еще надо... Подчеркнуть цветы... Вот сразу... Беру этот... Цвет с белилами... Скажем желтым светлым... Сейчас вот... Замешаю этот оттенок... Активный... Желтый... Чуть-чуть сюда... Белил добавлю... Ну вот... Даже вот этого вот... Неаполитанский лимонный... И сейчас... Попытаемся... Как раз здесь... Кусочек света... Показать... Увидел... Где его нужно выделить... Немножко... Подчеркнуть... Совсем чуть-чуть... Но... Чтоб он... Зазвучал... Вот... Надо вот здесь... Объемчик дать... У одного... Лепесточка... Подчеркнуть его... Так... Вот здесь... Где-то еще... Немножко... Кроним... Так... Кроним... Здесь тоже где-то... Троним... Так... Белил чуть-чуть... Добавлю... Этот цвет... И где-то еще... По кончикам... Вот здесь... Желтеньких... Листочков... Совсем... Немножко... Вот здесь... Где-то тоже... Совсем... По кончикам... Чуть-чуть... Ну... Как раз то... За счет чего... Он может... Заиграть активнее... Вот... Так... Теперь... Сюда еще... В этот же цвет... Белил... И... Вижу... Что... Вот этим же цветом... Можно дать... По бабочке... Ее вытянуть... Еще активней... Как раз она... Бабочка... Подсохла... По этой... Сухой поверхности... Чтобы она загорела... Сейчас постараюсь... Краски... Поменьше... Взять... Но тоже... Не везде... Не везде... Потому что... У него... Не ровно... Гладкие крылья... Они... То есть... Тоже имеют... Свою такую... Структуру... И... Это мы и подчеркиваем... Так... Так... Вот здесь... Вот тоже... Головку... Немножко... Подчеркну... Вот... Потом я еще... Кое-что... Кое-что... Здесь... Конечно... Успокою... Но... Где-то... Вот еще... Выхватил... Цветок становится... Активнее... Так... Сейчас... С белилами... Желтый... Вот... Так... 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 Такие вот... Моменты... Которые вот... Совсем... Вроде бы... На чуть-чуть... Но... После них... Начинает... Работа сиять... Вот... Где-то... Объемчик... Прямо... Придал... Лепесткам... Прямо... Так... Фактурно... Чуть-чуть... Даже... Дал... Так... Густенько... Буквально... Вот... Кончик... Зацепил... И... Чуть-чуть... Растянул... С... Таким... Полусухим движением... Но... Фактурка... Уже этот цветочек... Выделяет сюда... Близко... Потому что... Появляются... И собственные тени... У мазка... И... Вот... Именно... Как раз... В белых-то цветах... То есть... Вот эта... Фактура... Больше всего... И уместна... Потому что... То... То... И... Надо... С большим количеством белил... Грузить... Если мне удастся... Некоторые... Кусочки... В этой работе... Сделать лучше... Чем... В оригинале... То есть... Я буду только счастлив... Значит... Я... Нашел... Какой-то... Еще... Один... Дополнительный... Ход... Похоже... Что... В светлом цветке... Вот так и происходит... То есть... Я там... Так... Фактурой... Не баловался... А здесь... Вот... Как раз... Кое-что... Выделяю... И вывожу... Немножко... Скользящего света... Здесь... Выделим... Немножко... Скользящего света... Здесь... Так... Впишем этот... Мазочек... И... Сейчас... Как раз... Вот... По... Соседнему... Цветку... Таким же... Образом... Пройдусь... По... Лепестку... Так... Густо здесь... Получилось... Сейчас... Попытаюсь... Растинуть... Этот... Лепесток... Главное... Показать разницу... Что они... Лепесточки... Разные... И... С разным количеством... Фактуры... Они выделяются... Здесь... Грань... Прямо... Подчеркнем... Здесь... Грань... Тоненько... Постараться... Тронуть... И... Растинуть... По... Самой... Кромочке... Вроде бы... Получилось... И... Вот... Здесь... Верхушки... У... Лепестков... Также... С объемчиком... Сейчас... Вытянем... Вот... 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 Здесь... Очень хочется, чтобы этот курс вам понравился, чтобы вы вместе со мной с удовольствием написали работу и чтобы у вас получили вот этот вот хороший багаж приемов. Приемов и знаний живописно, как можно работу вести. Так... Вот сейчас здесь просится ввести акценты вот в этой части. Кстати... Немножечко еще светло-желтеньким выделю вот здесь кусочек лепесточка. Так... Чуть темнее... И... Пережал. Вот... Здесь немножко тоже с рефлексиком. Роним... Роним... Маленький кусочек... Так... 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 Охра желтая И как раз где-то в промежуточках между травинками Постараемся зажечь желто-зеленые акценты Чтоб работа стала поживее Мы как раз делаем эффект того, как если бы туда попал свет Лучик солнца И мы его подхватили и запечатлели В данном мастер-классе я решил птицу не писать Хотя в одном из вариантов Гербер она у меня была Здесь я больше уделил момента бабочкам Именно постарался показать вам, что Когда нужно работу повторить именно такая, какая она есть Мы ее именно так и делаем Чуть-чуть усилию сердцевинку вот здесь в свете Тут чуть-чуть трону Немножко вот здесь по краешкам Так вот, тычками Сейчас этот вот цвет слегка успокою Так, зелень-зелень-зелень Освещенное солнышком вот здесь у нас Как она пробивается Многие работы смотришь В музеях старых мастеров И пытаешься сразу представить себе А какие они были, когда они были только что написаны То есть мысленно снять вот этот момент лака Момент потемнений каких-то, лессировок Вот И когда вот это вот получается Смотришь и думаешь А ведь работа была очень даже светлой и радостной Это я к тому, что Тоже сильно коричневыми тонами увлекаться не надо Потому что многие работы, которые мы знаем При жизни выглядели гораздо ярче и оптимистичней Поэтому не будем с вами об этом забывать Сейчас я где-то здесь зеленью играю яркой Полусухими назовочками где-то Так достаточно активно произносит Стараюсь ее сделать разнообразной Где-то теплее, где-то холоднее Сейчас вот тепленьким пройдусь По некоторым листочкам Потом там же холодными Пройдусь рефлексиками Вот сейчас здесь как раз нужно показать Некоторые теплые рефлексы Снизу на зелени То есть Чтобы показать, что рядом плоскость На которой стоит корзинка Что она освещается солнцем И в связи с этим Рефлексы есть на корзиночке И на зелени Светлые Такие теплые Солнечные Чуть сиенки сюда добавить Вот кадрный желтый, светлый Сиена, болотная, зеленая, темная Неаполитанская, лимонная Смешал И вот получаются Такие рефлексы теплые А потом еще холодными По светам пройдемся Где-то вот как раз Дополнительные травиночки У нас выйдут Перекрывающие Один лепесток Другой Ажур такой появляется Вот уже становится Просится где-то То есть вот раз и видишь Вот здесь вот очень хочется Деталечку такую зажечь Ввести Вот тут Тоже явно Будет не лишним Тот или иной кусочек Сейчас немножко вот изум грудки ввел Чуть холоднее оттенок получается Так вот здесь кончик прямо освещенный Лепестка Мы его сейчас увидим Немножко на него еще холодного света добавим И он будет на месте На своем Есть кончики травины, на которые свет падает Слегонца Немножко совсем Но Оживляют Сейчас белень Больше добавлю Холодка С изумрудочкой Вот у нас такой Холодненький оттенок Сейчас Зеленый получился И мы вот как раз и Где-то травиночки-то и подчеркнем Частично Чтоб заиграла работа Вижу, что где-то света даю ярко Потом пройдусь еще темненьким По этим местам Спешу где-то эти света Пригашу их Сделаю помягче Вот тут вот явно падающего света нужно было больше добавить Таких тонких каких-то листочков Классочек Вот эту вот Поярче вывести Солнечности вот эту добавить Так Здесь-то тут Здесь немножко Тут чуть-чуть Сейчас настанет момент Когда надо немножко отдохнуть Потом еще посмотреть дополнительно На свежий взгляд Что же Что же нужно сделать Еще в работе Что-то может в дымочку увести Сейчас тут где-то светленький Травинку тронем Немножечко Вот так вот Вот и постепенно у нас И складывается букет Слава Богу За то, что дает Возможность творить Видение вот этого Прекрасного всего Поэтому Друзья, работайте вместе с нами Не зарывайте свой талант в землю Этого ни в коем случае делать нельзя Нужно вместе с нами рисовать Еще раз по светам Немножко здесь, немножко там Пройдемся с вами по светам Здесь какие-то Думкости Размышление такое идет Сейчас обязательно нужно конечно Поглядеть издалека Чуть-чуть вот еще здесь сейчас Трону Некоторые моменты В корзинке По Освещенной вот этой Плетеной лазе С тепленьким Пройдемся Так Так Немножко ярковато Сейчас спишем Пригасим эти моменты Чуть успокоим Где-то вот пальчиком Можно так подтереть Потом еще растение прописать Здесь Вот здесь Ну что Сейчас пока Отдых 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 Посмотреть Работу в целом Дорогие друзья Ну вот в общем-то И подходит уже к концу Данный мастер-класс Вот Сейчас Что я вот пока отдыхал Увидел в работе Что нужно Нужно Помягче сделать Вот я сейчас как раз Зеленовато Такой сероватый цвет Мешаю Нужно чуть-чуть мягче Сделать вот здесь Вот касание С фоном Они там явно мягче Это даст больше воздуха И больше объема Придаст работе То есть Вот я сейчас Списываю касание То есть Где-то прозрачненько С белильцами слегка Вот так вот Стараюсь Эти вещи Помягче вписать Вот здесь То же самое То есть Где-то вот Все вот эти вот Темненькие Чтобы они с фоном Были полегче Соответственно У нас тогда Все будет повоздушнее И здесь То же самое Чуть-чуть белью Чуть-чуть Зелененькой И вот таким Легким цветом Дымку такую Навожу Дымку навожу Вот это вот Живопись Еще раз повторяю Что живопись Это умение Писать касание Как только Вот мы Научимся Это делать Так мы Совершенно На другом уровне Начинаем Понимать Объем Работы Мы Завершаем Нашу работу С букетом Гербер И хотелось бы Рассказать вам Об очень важном Этапе В оформлении Работы Потому что Данную работу Я специально Оформлял в овал Это не так просто Сейчас вы На своей Вот на моем Примере Работы видите Во первых Рама у меня С обратным углом Она может быть И с другим Но в данном Случай Она Именно выгодна С обратным углом Потому что У меня Идет Оформление С заглублением Вот И вот здесь Расстояние Где-то Около Сантиметров Двух Между Холстом И между Вот Этой частью Паспарту Плюс Под Паспарту На отступлении Где-то Пяти Нет Где-то Наверное На отступлении Миллиметров Восьми Находится Такой же Овал Вырезанный То есть Он получается У нас Побольше Но Из Из ДВП И это у меня Было вырезано Лазером В принципе Это можно Расчертить И выпилить Но Лазером Мне Выпилили Там Где Делают По заказу Корпусную Мебель Они Рассчитывают На компьютере И потом То есть Из листов ДСП Вырезают Лазером То есть Нужные Модули Поэтому Я обратился В эту Компанию И там Они для меня Вырезали Вот понятно То есть Толщина Багета То есть Толщина Оформления Получается Большой И именно Из-за этого Я взял Раму Багет Называется Миневра Он С обратным Углом То есть Чтобы Выступ От края От Стены Рама Выступала Не так Активно Дальше Здесь Сейчас мы Работу Снимем Вы видите Идет Система Двойного Подрамника Что это Такое Я сейчас Вам Объясню Вот Ни в коем Случае Не заказывайте Под оформление Если вы Будете Оформлять Так же Как и я Без Бликовая Стекло Оно Убьет Всю живопись Потому что На большом Расстоянии Если вы будете Делать так же Вот этот Мелкий Цап Который Не дает Бликов Он Всю живопись У вас Уведет В туман Ну что же Вот так Вот работа Смотрится В мастерской И сейчас Я ее Сниму И мы Посмотрим Как Она Оформлена Изнутри Вот что У нас Получается Сейчас Я вам Все Объясню Если Снаружи Мы с вами Видели То что Есть Лист Паспорту Вырезанный Овал И под ним Как я уже вам Сказал Под этим Листом Паспорту Есть Еще Лист ДВП На который Как раз Клеится Бортик Определенный Сейчас мы Покажем То что Здесь У нас Есть Вот Система Двойного Подрамника То есть Чтобы мне Холст Прикрепить К данному Паспорту А паспорту Гораздо Больше Чем Холст Мне Понадобился Еще один Подрамник Потому что Просто К ДВП Его не Прикрепишь Подрамник Можно Подрамнику То есть Один Подрамник Вставляется В раму И на Второй Подрамник Сверху Кладется То есть И на Тот Подрамник Кладется Еще один Который Непосредственно У нас С живописью Сейчас У нас Бинты Немножко Сорваны Поэтому Шулупами Запасайтесь Хорошими И отвертками Тоже В отличие От меня Что могу вам Сказать Что Оформление Конечно Хлопотное Но Сделать Так Вот это Оформление В овал Оно Того стоит Потому что Производит Впечатление Совершенно Другое У меня Люди Эту же Работу Но в обычном Оформлении Просто не узнавали Они говорили Что это Не та Ну что же Вот посмотрите То есть Во-первых У меня В трех точках Крепление Подвеса Это тоже важно Раз Два Три Между ними Все вот это Вот Натянуто Я аккуратненько Подвес Убираю В стороны Далее Снимаю Самку И вот Вы видите Видите ДВП Чуть-чуть Меньше Чем То есть Чуть больше Чем Овал К этому ДВП Приклеена Та же Самая Полосочка Паспарту Отрезанная Тот же Самый Материал По всему Периметру И уже Ну конечно Ну конечно же То есть Здесь Расстояние Выверено Чтобы Картина Ложилась Прямо на нее В аккурат Заподлицо И в итоге Мы Оформляем Вот Данный Холст То есть Без Овала Это Выглядит Вот Так Вот Что хочу Вам сказать Что Также еще Отмечу Что Когда Вы будете Выбирать Где Вешать Работу Следите Чтобы Освещение Которое Скажем Вот здесь Боковое Задано Справа Из Окна Такое же А освещение У вас Было И на стеночке Тоже Справа Из окна Чтобы Это Был Иллюзия Присутствия Вот Также Вы видите Что Здесь Есть Специальные Металлические Уголки Крепежи Которыми Первый Подрамник К раме Прикреплен И Второй Подрамник К первому Прикреплен Вот Еще раз ДВП На него Паспарту И только Уже потом Стекло Вот Такой Вот Овал Ну и Опять же То есть Я заказывал Это Там где Делают Корпусную Мебель На заказ Вот Они Ее Режут Лазером Я думаю Что У себя В городе Подобную Контору Найти Можно У нас Это было В Ники Прогресс В Москве Или в Санкт-Петербурге Там В Казани Может быть Еще В каких-то Крупных Городах Там Я не знаю Ростов Или еще Что-нибудь Ну Такие Лазеры Должны Должны Быть Потому Что Корпусную Мебель Ноговиде Лазером Режут Это Есть Вот Но Даже Если у вас Такого Варианта Нету Вы Просто Рассчитываете Точно Один Овал Овал Вырезаете Овал А Данный Овал Из Паспорту Он Вырезался В багетной Мастерской Специальной Машинкой Которая Режет Круги И Овал Поэтому Это Мне Вырезали В багетной Мастерской Непосредственно Сам Овал Овал Достаточно Трудный В плане Того Что Машинку Пришлось Наращивать Как же это Сказать Правильно Само Крепление Чтобы Вырезать Такой Большой Овал Поэтому Когда Вы Будете Писать Работу Вы Можете Себе Заказать По Ее Фотографии Размер Не прямо 60 на 80 Как ТСЛЕ А Немножко Поменьше И У вас Овал Соответственно Будет Меньше А Можно И Так Вот Далее Размер Размер Полста У меня 60 на 80 А Размер Паспарту То есть Внутренняя Часть Вот Этого Подрамника Размер Второго Подрамника Это 60 на 80 А Это У нас Идет Сейчас Скажу Сколько Так 30 60 У нас Получается 70 Сантиметров 70 На 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 Нет 70 На 90 Вот Это Вот Размер Квадрат 70 На 90 Значит И Паспарту И С WITH Прямоугольник С которым Огрызался Аллат Он Тоже 70 На 90 Запомните Это И Запишите Себе Продолжение следует...